Всем привет! Всем желаю замурчательного настроения. Леонид Котвицкий на своем канале. Сегодня хочу одну тему обсудить, которая еще ни разу не обсуждалась у меня на канале, но случайно наткнулся на эти видео, так называемые видео «Способы экономии дров с помощью воды». Несколько видео в интернете есть, и, как говорится, душа не выдержала. Я всегда за то, чтобы что-то делать своими руками, чтобы изобретать полезные вещи. У меня самого на канале много всего, что я делаю сам. Ремонты различные. Ну и всегда за. У самого такая изобретательская жилка сидит внутри, и все время что-то хочется изобретать. Дед у меня вполне официально имел 25 собственных изобретений, зарегистрированных. Он их просто перестал регистрировать, потому что очень мало платили. Ну и не в том суть. Люблю изобретать, люблю смотреть на что-то новое, интересненькое, но то, что я там увидел, просто вызывает смех, особенно вызывает смех то, что люди упорно в комментариях и раз за разом снимают видео и доказывают, что да, вот таки правильно. Они изобрели горение воды. Один способ. Может, их и много. Я два таких смотрел, дальше уже просто душа не выдержала. Еще смотреть способы. Это все одно и то же. Так вот, один способ. Это ставят такую трубу с просверленными отверстиями, куда заливается вода. И вот это называют вечное полено. Ставят это полено в дрова. Еще обсуждают там дрова или снизу, или сверху. Там и так должно быть точный диаметр этих отверстий. И показывают, что вот, мол, благодаря этому полену, благодаря этой воде, горение замедляется, становится медленнее. Дров хватает намного надольше и получается значительная экономия дров в целом. Ну, что вам сказать? Тут даже особо обсуждать нечего. Топите сырыми дровами. Вот вам будет экономия так называемая. Пожалуйста, топите сырыми дровами. Если у вас они высохшие, замочите их хорошенько в воде, чтобы набухли так аж за несколько дней. И топите, пожалуйста. Будет отапливаться медленнее, будет хватать якобы надольше. И если хорошо себе вбить в голову мысль, что вот я экономлю, и начать присматриваться, то действительно даже и меньше станет этих дров идти. Другое дело, что будешь ходить закутанным. Но если себе хорошенько внушить, то прям и экономия получится. Киска! Второе, что... В общем, это бред, ребята. Это просто бред, потому что... Что значит замедляется горение дров? Ну, так дров меньше брось. Прижми дверку, чтобы они медленнее горели. Какие проблемы? Чем это замедление даст? Отапливай сырыми дровами, и что будет больше тепла? Да что-то очень мало тепла от сырых дров. Хоть они и медленно горят, и надольше хватает их сброшенных. В общем, это уже бред. Но дальнейшую мысль люди это развивают, что оказывается, благодаря этим устройствам получается горение воды. Мол, вода в этих устройствах, если еще правильно положить дрова, там сверху, снизу, вода начинает разлагаться на водород и кислород, и начинает гореть вода. И из-за этого, мол, образуется больше тепла. Вот это был эффект. Ну и кроме этой трубки есть еще более серьезное. Человек берет такой шланг. Для чистоты эксперимента он уже его подсоединяет к бутыли с чистой водой, без какого-либо воздуха. Шланг там напихает различные металлические там болты, гайки и так далее предметы. Мол, это катализатор. Вот. Этот шланг пускает в печку, пускает из шланга тонкую струю. Уже несколько таких видео снято. И видно, как из этой струи, которая опускается, ну, дрова сначала, конечно, разжигаются. Реально из-за этой струи идет такой горящий огонь. Я просто немножко кадры сейчас... подаем еще водички. Вот он. С шипением, горением. Прекрасно это устройство. Работает в гараже. Бужуйку можете ставить. Ну, где вам захочется, хоть в сарае ставьте. Подавайте туда воду аккуратненько. И все будет у вас в тепле. Так что, дорогие братья и сестры, обогревайтесь. Делайте. Это все вам показываем бесплатно, чтобы вы обогревались, в тепле были. Всего вам самого наилучшего. Посмотрите. Вроде бы на первый взгляд возникает ощущение, что реально горит вода. Наука говорит, что это глупости, что такого быть не может. Люди начинают там орать, что такое наука. Человек, мол, хочет всем добра. Человек хочет, чтобы люди реально экономили дрова, не были зависимыми. А то скоро все леса вырубим. Вы ему не даете жить. Я ничего не имею против. Если человек хочет добра, это замечательно. Только делать это нужно разумными методами. А то мало ли, кто-то хочет добра, смотрит, что кто-то мучится. Что он будет мучиться? Отправлю-ка я его в рай. Это и топором по голове человека, который кашляет. Он же сейчас в рай ушел. Все, ему красота. Вот так кто-то мыслит. И таким способом якобы делает добро. Но мы понимаем, что он может и хочет добра, но это в сумме то не добро, то, что он кому-то сделал. Так же и с этим. Надо делать добро. Но, конечно, надо делать его разумно. Разумными методами. И чтобы реально результат был такой, как надо, а не воображаемый. Давайте первое. Может ли реально вода разлагаться на водород и кислород и потом гореть вот в этой струйке? Реально разложение воды на водород и кислород начинается где-то с 2500 градусов. С 2500 градусов. Если без всяких катализаторов. И то разлагается лишь часть воды. Не вся, а часть воды. Например, при... Недавно смотрел таблицы. При температуре 4800 градусов разлагается только 80% воды на водород и кислород. А эта температура, считайте, как на поверхности Солнца. Огромнейшая температура, которую ни в какой печке ты домашней совершенно не сделаешь. Так, если бы даже с помощью всяких катализаторов так можно понизить эту температуру разложения водорода на кислород. Можно понизить. Вроде бы даже при 600 градусов может уже начать разлагаться. Тогда было бы просто. Нагрей печку до 600 градусов. Создай эти условия. Начинай пускать воду. Дальше дрова уже не нужны. Так, вода будет разлагаться на водород кислород. Водород с кислородом будет реагировать, гореть. И уже дрова не нужны. Выделяется тепло. И всё, процесс пошёл. Вода будет гореть уже сама по себе. Но что-то ни у одного из этих экспериментаторов такого не получилось. Получается только, что они пускают тоненькую струйку воды. Тоненькую струйку воды пускают. И эта тоненькая струйка вот как бы горит. А чтобы просто взять и дрова перестать подкладывать. И дальше эта струйка горела, и горела, и горела. Что-то не получается. Всё равно надо подкладывать дрова и только чуть-чуть воды пускать. Немного. Другой вопрос. Почему, например, в космических ракетах закачивают водород, закачивают кислород в баллоны под огромным давлением. И при этом эти же баллоны должны ого-го-го какое давление выдерживать. Чтобы ракета летела, горел водород кислород. Если можно, намного проще сделать. Просто закачать воды. Не надо даже давления. Никаких специальных сверхкрепких баллонов. Заправь их просто водой. При старте они же всё равно сначала горят, разжигается, там идёт твёрдотопливный ускоритель. Ну, грубо говоря, порох. Так, взрыв, который толкает начальную ступень ракеты. Или просто для начала разожги, там, хоть керосином, хоть чем. Задай эту температуру. Добавите катализаторы. И себе отапливай водой. Пусть себе ракета летит дальше на воде. Вода будет разлагаться на водород кислород. Водород с кислородом реагировать, гореть. И толкать ракету. Красота! Зачем они закачивают в эти сверхкрепкие баллоны, рискуя взрыв получить и так далее. Утечки. Зачем закачивать водород с кислородом? Просто уж можно воду бы было. Но почему-то так не делают. Так, вот тупые ученые, правда? А тот человек дома из шланга, от душа что-то там изобрел, и у него вода горит. На самом деле, какие бы ни удалось создать условия для разложения воды на водород и кислород, при высокой температуре, при низкой температуре, на это будет забираться тепло. Самая главная проблема. Тепло или электричество, если с помощью электролиза. Очень много тепла забирается на то, чтобы разложить воду на водород и кислород. И если мы даже создадим с помощью каких-то там суперкатализаторов такие условия, что при 600 градусах начнет разлагаться вода на водород и кислород, мы что получим? Допустим, разогреем мы печку до 600 градусов, начнем пускать воду. Вода, разлагаясь на водород и кислород, начнет забирать это тепло. И печка нам из 600 градусов быстренько-быстренько остынет. Да, разложенная вода на водород и кислород дальше уже там в топке, там уже в ходах в дымоходе будет догорать. Но в том месте, где будет вода брызгаться, очень быстро все это остынет. Потому что нет энергии из ничего. Чтобы развожить воду на водород и кислород, нужно потратить на это энергию. Остынет то место горения или та ракета, в которой мы это попробовали испытать. Потом водород с кислородом среагирует и образуется тепло. Но даже в идеальном случае сколько будет потрачено тепло, столько и образуется. А мы живем не в идеальном мире, поэтому всегда есть какие-то потери по дороге, что-то до конца недовыгорает и будет потрачено тепло больше, чем образуется. Так что сразу скажу, в этих экспериментах нет этого. Но если бы человек даже умудрился создать такие условия, что вода разлагалась бы, она бы на это забирала тепло и то тепло, которое бы потом образовывалось при сгорании, этого тепла было бы меньше. То есть смысл в том, чтобы с помощью температуры разложить воду на водород и кислород, нет. Потому что сколько потратишь, столько и получишь в идеале, а на самом деле получишь меньше, потому что будут потери. Но что же все-таки горит в этой струйке? Ведь человек же создал такой эксперимент, при котором в первом видео говорили, что это ты, парень, просто закачиваешь дополнительный воздух вместо с водой. еще воздух идет, ты образовываешь поддувало и за счет этого поддувало тебе лучше все горит. В втором, третьем видео он уже снял и показал, что чисто баллон с водой без ничего одна вода там идет, никакого воздуха там нет, никакого поддува воздухом не происходит. И в то же время вот эта струйка ну явно горит, явно горит, явно так эта струйка, которая качается и шланг горит. Человек, я так вижу, верит, абсолютно верит, что у него горит вода. Так вот, есть, есть реакция, это используется уже реакция Фишер-Тропса, так называемая, это уже чуть больше поздняя реакция, но вообще это давно известно. Это используется на угле, сквозь уголь, когда пропускают воду, то образуется смесь СО, угарного газа и водорода. Потом они при реакции между собой могут образовывать еще метилен, метан, другие там углеводороды, само собой водород, вот, метилен, водород, они горят дальше, они дальше горят. И вот то, что мы видим в струйке, это мы видим в струйке именно продукты этой реакции. СО плюс H2, угарный газ, водород, и то, что еще из них дообразовывается, вот в той струйке оно горит. Вот это и есть реакция до горания угарного газа и водорода. Казалось бы, ну красота, человек качает воду в дрова, и тут еще дополнительно образовывается угарные газы, водород, метилен, это все еще горит, ну красота. Но, опять же, опять же, бессмысленно. Почему? Потому что то, что при горении выделяется тепло, это видно. Но, для того, чтобы образовался этот водород и СО, угарный газ, при пропускании воды сквозь дрова, сквозь уголь, сквозь любые углесодержащие соединения, это идет эндотермическая реакция, то есть будет забрано тепло. Забрано. Для образования вот этих веществ, которые потом в той струйке догорают, для их образования будет забрано тепло и забран углерод из дров. Поэтому человек не может пустить такую мощную струю. Вот вроде бы куча дров, огонь горит, все, но пустишь такую струю хорошую, чтобы сейчас как полыхнуло, знаете, как в огнеметах. Не может. Почему? Потому что эта струя сразу заберет тепло от дров, они остынут, чуть-чуть оно еще погорит, и потом быстренько этот процесс остынет. То есть, что получается? Человек пускает эту струйку воды, она забирает тепло и углерод от дров, там тепла становится меньше, там гореть остается меньше, чему, но часть того, что забрано, догорает в этой струйке и дальше в дымоходе догорает. Опять же, что получается? Переливание из одной емкости в другую. Вот есть у человека две кружки по половине воды, так, он, смотрите, я сделал, что у меня стало больше воды, так, взял и перелил из одной кружки в другую, вот, у меня стало больше воды, и что? Как у тебя было пол и пол, так и стало, целое, а здесь пусто, так, то есть переливание из одной кружки в другую, но в сумме все равно остается то же самое. От дров ты забрал тепло и углерод, и оно тебе догорело дальше, там уже в топке и в дымоходе будет догорать эти все продукты до конца, что догорит, что не догорит. Смысла нет. Сколько ты забрал тепла, столько в идеале, в идеале образовывается, так, только единственное, что красивый эффект, смотрите, вода горит, якобы вода горит. Но это в идеале, а мы живем не в идеальном мире, всегда будут какие-то лишние теплопотери, и то тепло, что будет забрано от дров, в этой струйке образуется его меньше, часть в дымоходе пропадет, потому что одно дело, если горит в топке, а другое дело, если догорает уже там, так, соответственно, больше на улицу пропадет. Часть тепла будет забрана на испарение воды, ты же качаешь не горячую воду с температурой, например, там 300 градусов, как огонь, ты качаешь холодную воду, она будет забирать тепло, поэтому люди могут все, что могут сделать, это на хорошую такую топку дать тоненькую струйку воды и получить красивый эффект, якобы она горит, всего лишь визуальный красивый эффект, есть там химическая реакция, но никакого дополнительного тепла не получится, в сумме тепла получится меньше. Давайте еще, кое-кто приводит цитату, что, мол, уголь же смачивают водой, есть же такой момент, истопники знают, что надо мелкий уголь, по крайней мере, водой смачивать, и он лучше горит, но, опять же, там происходит не горение воды, не какая-то реакция дополнительная, благодаря которой уголь дает больше тепла, речь только о мелком угле, таком пылеобразном, который сбивает в комки между собой, образовывает такие комки, что обгорает только корка этого угля, вот, а внутри остается так и не выгоревший уголь, либо, это угольная пыль, ее лопату кинут, она, фух, и просыпалась туда, в золу, и в золу попадает много вот этой пыли, много угольной пыли, не сгоревшей, так, высыпается вниз, то есть смачивание улучшает просто прохождение, кислорода, слепляет этот уголь в комки, чтобы он прогорел и не высыпался, не высыпался в золу, не выгоревший, просто чисто механические свойства, если из этого пылеобразного угля взять и сформировать какие-то специальные брикетики, так, специальные гранулы спрессовать, так, чтобы он не просыпался и нормально стал гореть, он точно так же замечательно выгорит и без воды, так, и даст достаточно тепла, то есть это смачивание относится только к мелкому углю из-за его плохого выгорания и просыпания, вот это, а не какая-то реакция дополнительная там с водой, вот такие моменты, что еще, второе, еще один момент, почему люди уверенно говорят, что вот у нас стало идти меньше дров, вот стало идти меньше дров, все, а я, мы уже две зимы там отапливаем, и дров идет меньше, и все, я тут могу два объяснения, первое, чисто психологический эффект, раньше человек отапливал, он и не смотрел, сколько у него идет этих дров, бросал себе и все, бросал и бросал, чтобы было хорошо, тут пришла в голову, я сейчас начну там качать воду, у меня вода будет гореть, начал считать, сколько у меня дров идет, так, буду меньше бросать, посмотрю, получится мне экономия, не получится, так, может даже начал лучше форточки закрывать все автоматически, может даже в это время и, может совпало, я не знаю, и реально человек какие-то окна новые дома поставил, или еще что-то улучшил, но скорее чисто психологически эффект, человек начал считать, начал считать, присматриваться, и он уже не бросает от души, так, чтобы все ходили уже, фу, голыми по дому, аж так жарко, бросает уже экономно, уже смотрит, считает, и ему кажется, что стало идти меньше дров, на самом деле он фактически меньше отапливает, меньше образовывает это тепла, но, но зато, зато теперь идет меньше, у меня отец, похоже, он как допался экономить газ дома у себя, да, некоторые вещи реально дали экономию, он там очень много всего утеплил, но в последние годы он уже так экономит газ и рассказывает, что я столько сэкономил, столько сэкономил, а у него дома через полчаса уже мерзнешь, я ребенка туда зимой не повезу, потому что там уже, там за полчаса уже холодина, они как-то более-менее еще там привыкли и одеваются теплее в свитерах, ходят дома, зато он всем рассказывает, что он очень много в последний год стал экономить газа, мол, и у него нормально, и хорошо, все, что-то это хорошо, за полчаса уже заберзнешь, ай же уже зубы щелкает, причем не только у меня, то есть, что, ну, вот так психологически, а я еще сэкономлю тысячу кубов, а я еще сэкономлю тысячу кубов, уже понадевались, так, зато экономлю, зато экономлю, и себе уже в голову внушаю, так что у меня все нормально, тепло, хорошо, там не важно, что иней на окнах изнутри, ну, я шучу, но психологически человек себя настраивает, что у него экономия, у него все замечательно, точно так же, как были присадки для экономии топлива, ФАЙ, такая фирма была, присадки, ну, иногда, иногда они давали экономию, потому что мощнее начал сгорать бензин, на плохих сортах бензина, это замечалось, на хороших нет, вот, но самая главная экономия, которая начиналась, и многие реально экономили, уверенно, говорили, что экономия, это психологически, если раньше человек с перекрестка педаль в пол и погнал, то теперь он уже начинает экономно ехать, медленно газует, так, не разгоняется, так резко, не тормозит, на полной скорости, а плавно останавливается, по чуть-чуть, по чуть-чуть, иначе начинает человек уже присматриваться к этой экономии, и уже аккуратненько водит, и уже так не гоняет, и все, и реально получали люди какую-то экономию, а на самом деле эффект в первую очередь был психологический, ну и иногда там чуть-чуть, реально, реально какая-то польза была при плохих сортах бензина, поскольку ферроцент, присадка, повышающая октановое число, добавлялась. Еще что может быть, еще что может быть, что все-таки дало реальную экономию, почему люди в это верят, и не внушают себя, реально что-то им дало, это если у человека не соответствующая его дровам печка, потому что размеры топок, размеры особенно дымоходов, должны по идее планироваться под конкретное топливо, либо под дрова, либо под брикет, либо под уголь. У меня есть знакомая, у которой печка делалась под уголь, когда этого угля было завалить, он был очень дешевый, углем у нее получается очень экономно, только никто не отапливает, отапливает, потому что он очень дорогой сейчас. Брикетом уже как-то так-сяк, а дровами у нее можно жечь и жечь и жечь, ты можешь где-то 4-5 пашин дров сжечь за зиму, чтобы хоть какое-то тепло получить. Реально, не рассчитана эта печка, эти ходы на дрова, не рассчитана. И смотришь на выход печки, на дымоход, а там горит еще тот газ, весь, который дым выходит, он еще на улице догорает. Понимаете? Там очень сильная тяга, для угля это нормальная тяга, а для дров получается слишком сильная тяга, и оно выгорает уже аж на улице. А там, где должно быть в топке, нет нормальной теплоотдачи. Возможно, у людей, которые вот это делали и заметили какую-то экономию, кстати, были люди, которые не нашли экономию, не увидели, им теперь доказывают, что не так сделал, не те дырочки просверлил, не на том уровне трубу поставил. Были люди, которые четко проверили, не увидели, но им дальше упоротые доказывают в комментариях, что нет, ты не так сделал, надо было так, сяк, знаете, перевернуть. Ты себя из болота не этой рукой вытаскивал, а надо было этой. Плюс руку надо было подкачать, и тогда бы ты себя вытащил, знаете, как по Робин Хаусен. Вот так и это. Вот верят люди, что горит вода, и все. Были люди, которые не получили, но, возможно, некоторые получили из-за того, что у них несоответствующая топка, например, слишком сильная тяга получается для дров, и они благодаря вот этой подаче воды уменьшили горение, у них стало более плавно, более плавно выходить тепло, тепло, успевать отдаваться через стенки, а не выходить сразу же на улицу, выдуваться, все. Возможно. Вот в такой ситуации я могу представить, что реально какая-то еще экономия у людей получилась. Но опять же, это не доказывает, что горит вода, что образовывается благодаря воде дополнительное какое-то тепло. Это невозможно с химической точки зрения. это доказывает только то, что людям надо переделать нормально печку под то топливо, которым они занимаются. Либо, если у них наоборот проблема с поддувом, сделать нормальный поддув, усиленную подачу воздуха. Ну, что-то надо доделать в самой печке нормально, чтобы горело так, как оно должно гореть, а не качать туда воду. Понимаете? И доказывать всем, что вот у меня в печке горит вода. И вот-вот-вот прям у меня вода начала разлагаться на водород и кислород благодаря тем гайкам, что я закинул. Там туда они катализируют и так далее. Причем каким-то чудом это все перестало забирать тепло, хотя во всем мире, если разлагать воду на водород и кислород, тепло забирается. А вот у них перестало забирать и наоборот дополнительное тепло образуется. Я в таких случаях говорю просто. Тогда сделай это без дров. Вот начала у тебя гореть вода, больше не подкидывай дров и посмотри, что будет через полчаса, через час. У тебя же будет гореть дальше вода, будет. Более того, ты можешь вечный двигатель создать, пускать одну воду, качать, чтобы она горела, да? Сверху поставить улавливатель, так, который будет через змеевичок это все собирать, этот водяной пар фактически, так? Этот пар будет у тебя конденсироваться, опять закачиваться и опять идти в печку. Все, замкнутый цикл. Ты качаешь воду, она разлагается, горит, собираешь воду, опять качаешь, разлагается, горит, и при этом все, еще выделяется куча тепла. Еще ты отапливаешь свой дом. Вот как бы было замечательно. Вечный двигатель и вечное теплообразование. Но что-то никто такого не может сделать, так? Только получается чуть-чуть небольшую струйку пустить, а в основном горят почему-то именно дрова, а не вот это все. Так что, ребята, не пытайтесь сделать вечный двигатель на пустом месте. Надеюсь, вы поняли, что значит вот эта горящая струйка, так? И почему она бессмысленна? Мы забираем тепло из одного места, просто перемещаем в другое. Но на самом деле никакого горения воды не происходит. Все. Всем пока. Будьте разумны и не не верьте в различные мракобесия. Не надо скатываться в средние века, когда люди, и не надо верить шарватанам, либо тем, кто тоже заблуждается и не понимает на самом деле, что происходит. Все. Всем пока.